Всем привет! В этом видео об одной интересной на мой взгляд программе для Windows 10, 8 и Windows 7. Смотрите, как правило, когда я показывал видео старые свои уже про конвертацию из МБР в ГПТ или обратно дисков, про перенос системы с одного диска на другую или на SSD, я указывал бесплатные программы AMA Partition Assistant Standard или, например, Minitool Partition Wizard 3. С этими программами, в общем-то, все хорошо, кроме одного. Например, показываю, как конвертировать диск или как перенести систему с одного диска на другой, Minitool Partition Wizard, а в следующей версии программы эта функция уже платная. То же самое касается AMA Partition Assistant. Этого нету, то есть все функции до сих пор доступны и работают бесплатно в еще одной программе Disk Genius. Ссылка на программу вот она, я ее укажу в описании под видео. Давайте посмотрим, что она может делать. Единственное, если вас не устраивает английский язык интерфейса, то вам программа не подойдет, программа только на английском, к сожалению. Итак, скачиваем программу, устанавливаем ее и смотрим, какие функции есть. А функций действительно много, на мой взгляд, и все они доступны на данный момент полностью бесплатно и исправно работают. Итак, запускается у нас тут она. Поехали! То есть интерфейс достаточно стандартный для программ работы с разделами дисков и показываю, что можно сделать. Основные функции, которые часто бывают нужны пользователям. Первый — перенос системы с одного диска на другой. Это пункт OS Migration. Вот эта кнопка, нажимаю ее, соответственно весь процесс заключается в следующем. Выбираем солевой диск, вот у меня вот этот солевой диск, то есть он автоматически определяет, где система стоит. Жмем ОК, ОК. Далее вы можете настроить размеры разделов, то есть, например, если размер системного раздела здесь какой-то слишком большой, а диск меньше, то он его поместит сюда. Более того, вы можете еще выделить свободное место под другой раздел. Ну и дальше, собственно, нажимаем старт и тут у нас будет два варианта произведения операции либо Hot Migration — это произведение переноса системы без перезагрузки компьютера прямо в системе, либо перезагрузка WinPE, то есть перезагрузка в загрузочную версию этой программы и там перенос системы. Я проверил оба варианта, оба исправно работают без каких-либо проблем, то есть и каких-то ограничений здесь не увидел. Дальше, какие еще возможности могут быть интересны? Еще может быть интересна возможность преобразования диска из GPT в MBR или обратно. Для этого правый клик по диску, по физическому диску они разделы на нем, и, например, Convert to MBR, либо если нужно в GPT преобразовать, а диск сейчас MBR, то Convert to GUID Partition Table. Выбрали пункт, нажали, согласились и нажали кнопку Save All для того, чтобы применить все эти настройки. Единственное, что касается этого пункта — не делайте такого с системным диском, так как система у вас, скорее всего, после этого не загрузится. Если же вам нужно сделать это перед установкой системы, то есть во время установки вам пишут, что диск не с той таблицей разделов, то вы можете поступить следующим образом. Заходим в программе, пока она в системе находится, в Tools Create Winpe Bootable USB Drive, создаем загрузочную флешку с этой программой Disk Genius, загружаемся с этой флешки и с этой флешки преобразуем уже диск в нужный формат, а потом на него, соответственно, устанавливаем Windows. Думаю, разберетесь. Единственное, при загрузке с такой флешки скорее всего потребуется отключить функцию безопасной загрузки Secure Boot. Далее, что мы еще можем сделать? Естественно, работа с разделами, то есть мы можем их уменьшать, разделять и так далее. Проще всего это сделать следующим образом. Например, есть у нас диск, здесь сверху отображаются разделы на нем, например, у меня здесь всего один раздел, хотим мы его разделить. Мы, соответственно, нажимаем правой кнопкой мыши, либо можем выбрать создать новый раздел, дальше изменить размер раздела, разделить разделы, то есть, например, Split Partition. Далее мы можем это делать либо вот таким вот образом, либо вводить вручную размеры и, соответственно, потом начинаем, запускаем и разделы создаются. Думаю, все остальные действия с разделами вы тоже разберетесь, то есть изменения разделов, они в общем-то все очень похожи и работают почти одинаково. Еще одна интересная функция, если у вас какой-то новый диск, то есть на нем ничего важного пока нет, вы можете использовать следующий пункт, сейчас покажу, правый клик по диску, Quick Partition, быстрое создание разделов. Выбираем этот пункт, далее мы можем сразу создать нужное количество разделов и сделать диск в нужном формате. Например, мне нужен диск GPT, чтобы не было ограничения по количеству разделов, то есть здесь я выбираю GUID, далее создаю пять сразу разделов на нем, для каждого указываю нужный размер, файловую систему, указываю метки, то есть там система, программы, документы, сам могу их ввести, что угодно. Окей, все автоматически создается, форматируется, диск готов к использованию, можно использовать. Думаю, для кого-то это может оказаться удобно. Что еще? Еще одна функция программы это восстановление данных или восстановление удаленных разделов. Опять же, смотрите, например, вот у нас диск, нам нужно восстановить что-либо с него. Итак, вот этот пункт Search Lost Partitions, он восстанавливает удаленные или потерянные каким-то образом разделы, либо Recover Lost Files, поиск удаленных файлов, его в принципе можно применить в рамках текущего раздела, например, если бы у меня на диске D были какие-то удаленные файлы, я бы здесь выбрал тот же самый пункт, где он здесь, Recover Lost Files, запустил бы поиск файлов и после того, как он бы их нашел, я в общем-то продолжать не буду, вот он уже что-то там отыскал, окей, и собственно вот что он нашел, выбираю, восстанавливаю, то есть копировать на рабочий стол, копировать мои документы и так далее, то есть в принципе тоже можно разобраться, единственное с эффективностью этого инструмента я не разбирался, потому что не было у меня возможности здесь потестировать что-то, где действительно были файлы фактически удалены, но тем не менее сама возможность интересна и работает опять же без каких-либо ограничений. Так, что еще интересного? Еще интересным может оказаться создание образов разделов, то есть, например, Clone Potition to Image и восстановление из образа целого раздела, клонирование разделов, то есть именно отдельных разделов, а не всей системы, то есть раздел с одного диска можем перенести на другой раздел. Так, что-то еще здесь было, что я забыл? Ах, да, проверка на наличие бета-секторов, то есть также запускаем, проверяем, проверка Smart присутствует и так далее. То есть просто обращаю ваше внимание на эту программу, если вдруг вы ищете что-то, какой-то софт подобный, где все было бы доступно бесплатно и при этом исправно работало, и если вас не смущает английский язык интерфейса, то, в общем-то, на данный момент времени могу смело рекомендовать. То, что я проверил, работает, и единственное ограничение, которое я увидел за все время, пока тестировал ее, это то, что функция преобразования диска из динамического в базовый, она как раз потребовала у меня приобретение лицензии. Все остальное сработало без каких-то нюансов. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!